Благословение Иакова Что-то особенного в этом человеке есть Как минимум он был тот, кого Бог назвал Израиль Потому что он сказал, ты сражался с Богом Или побеждал, но сражался с Богом и будешь людей одоливать И потому что он был внуком Авраама Это тот человек, который включен в список тех людей, которые говорят Бог Авраама, Исаака и Иакова То есть Иакова оказался в том поколении Который не напрямую был связан с Авраамом Но через своего отца Исаака Он получил и обетование, и благословение И знание жизни с Богом через своего папу и через своего дедушку Но я читаю в Библии, что те, кто являются людьми веры Все люди веры – суть дети Авраама Но наследники мы точно так же унаследовали благословение Авраама Через веру в Иисуса Христа Мы не можем сегодня причастать себя Ну, кто-то, может, и может К народу израильскому по плоти Но лучше, чтобы все-таки мы были народом Божьим по вере По духу Потому что по обетованию Потому что именно дети обетования благословенны Как духовное родство с Богом Во Христе мы дети Божьи Не дети Авраама, поэтому мы дети Божьи А во Христе мы дети Божьи И, конечно же, нам досталась определенная благодать Мы по благодати спасаемся Мы по благодати получаем исцеление Мы по благодати обеспечены Богом Защищены Богом То есть все, что есть в нашей жизни Это благодать работает в нас Апостол Павел об этом четко писал Но об этом нужна отдельная проповедь о благодати Но все началось с благословения Бог высвободил благословение сначала на Авраама А потом Авраам высвободил свое благословение на Исаака А потом Исаак высвободил свое благословение на Иакова. Это передавалось из поколения в поколение. И вот я хочу с вами прочесть, как же прозвучало или как было высвобождено благословение. А потом мы немножко порассуждаем на этот счет. Бытие, 28 глава, 1 стих, и с 3 по 4. Бытие, 28, 1 стих и 3, 4. «И призвал Исаак Иакова и благословил его. И заповедал ему и сказал, не бери себе жены с дочерей хананских. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, отца твоего, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которых Бог дал Аврааму». Аминь. Вот такие слова. Казалось бы, что здесь особенного прозвучало, но Писание дает нам полноту понимания этих фраз. Потому что когда человек благословленный благословляет, у него есть чем поделиться. Написано, что верный человек богат благословениями. Аминь. Прежде чем я высвожу благословение, я должен быть богат благословением. Авраам был богат благословениями, Исаак был богат благословениями, а потом эти слова прозвучали в жизнь Иакова. Но вопрос звучит так. А что такое благословение? Как оно работает в моей жизни? Например, в моей истории с множеством раз, когда люди просили меня благословить то ли семью, то ли бизнес, то ли помолиться за здоровье, благословить здоровье физически. То есть, слово благословение у нас очень часто ассоциируется с пониманием успеха, процветания, чего-то хорошего. Правда или нет? То есть, и нам хочется, чтобы человек Божий благословил, и мы, как принимая это, я не знаю, как кто, но в большинстве своем люди думают, это автоматически изменит мою жизнь в лучшую сторону. Благословение не призвано менять жизнь в лучшую сторону. Благословение призвано дать силу менять жизнь в хорошую сторону. Благословение дает силу процветать. Благословение дает силу принимать правильные решения. Аминь. Услышьте это, дорогие. Когда человек был благословлен, он мог принять это как пророческое слово в свою жизнь. И сказать, ну, кто-то мог сказать, ну, хорошо, отец меня благословил, поэтому у меня автоматически будет, здесь что написано, размножусь я, вот, и буду, многочисленное мое потомство будет, да будет от меня множество народов, и даст мне благословение Авраама, а там у Авраама достаточно хороший пакет благословений был. И он говорит, и потомство твоим дам наследит эту землю. Знаете, можно сидеть и ждать, что это все прилепится само по себе и станет просто в одночасье нашим, так сказать, прибытком, достатком, как бы добычей в нашей жизни, но так никогда не происходило и не происходит. Благословение, еще раз повторюсь, это сила, это энергия, это, я сравнил, как это, как с маслом в машине, без которой машина далеко не поедет. То есть, даже если наличие бензина есть, все есть, но если нет масла, она двигается, она застянет, она ее заклинит и все. Поэтому благословение высвобождает свободу движения в этом направлении, куда тебя благословили. Например, благословите мою семью с удовольствием. Да благословит тебя Господь, и даст множество детей тебе, и даст тебе много сокровищ, и да не будет у вас ссор в семье, и да будет у вас всегда хорошо, солнце утром да встает, вечером да ложится, и так далее. То есть, я могу назвать массу пожеланий добрых в вашу жизнь, но приходит кто-то через год и говорит, пастор, мы разводимся. А чего так? Солнце утром не встает, жена постель кофе не подает, дети не рождаются, а вы хоть сексом занимаетесь? А зачем? Дети так должны появиться где-то как-то сами по себе. И ты думаешь, вы нормальные вообще? Я вас благословил не для того, чтобы вы просто сидели, ждали, что само собой наладится жизнь. Жизнь сама по себе не налаживается, если только ты этого хочешь. Есть процессы, в которые я могу сказать, меня Бог благословил на какой-то труд, и я буду с верой это делать, и это будет успешным. Аминь. Никто не отменяет процесс работы, процесс труда. В книге Второзакония Бог говорил, благословлю дела рук твоих. Аминь. Как один молится и говорит, Господи, дай мне заработать миллион, дай мне заработать миллион. И знаете, просто уже надоел Богу. Он по такой степени, что ангел пришел и говорит, слушай, пойди купи хотя бы лотерейный билет. Ну как ты думаешь, миллион в твою жизнь придет? Не, сейчас нет лотерея. Друзья, ни в коем случае не тратить деньги попусту. Вы знаете, что это большой обман. Но просто как анекдот, как то, что нужно что-то с этим делать, если тебя Бог благословляет, ты получил благословение, иди что-то с этим делай. Но я хочу вам сейчас провести немножко дальше. Сначала Исаак сказал это слово. Я благословляю этим. И теперь идем дальше. И Иаков уходит из дома отца своего с благословением отца. То есть он взял это как дар, как благодать, как благословение. Вы знаете, вообще эта история очень интересная, как он получил свое первенство, первородство и получил это благословение. Но это отдельная история. Но он его получил. И мог бы идти с радостью на свист и говорить, все, отец провозносил мою жизнь, благословение, все это автоматически в моей жизни будет. Но теперь мы смотрим, как он идет уже из дома в землю к своему родству, чтобы взять оттуда себе жену. И написано, я буду немножко так говорить своими словами, потом буду читать Писание. Он остановился на ночлег в пустыне, где-то там гора, пустыня. И увидел он во сне, это тоже Бытие 28 глава, с 12 стиха по 15 и с 20 по 22. Следите за мной, на экране у вас должны быть места Писания. Бытие 28 с 12. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит». Как он видел Бога, я не знаю. Вы там еще понимаете, что написано? А, все нормально. То у меня там очень мелко так. И говорит, Бог говорит с ним, «Я Господь, Бог Авраама, то есть Отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные, и вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя до корня и исполню того, что я сказал тебе». Вау! Супер! Бог повторяет, как будто подтверждает слова его Отца Исаака, и это серьезное благословение. Если тебе человек сказал, потом тебе Бог подтвердил, будь уверен, это точно будет. Аминь. Но здесь есть некоторые моменты, очень важные. Он говорит, «Я исполню это, как я тебе сказал, но возвращу тебя в землю, из которой ты идешь». То есть придет момент, когда тебе нужно будет оттуда вернуться. Даже тебе там будет нравиться, куда ты пойдешь. Размножу тебя. А значит, тебе нужно заниматься хотя бы тем, чем занимаются взрослые люди, чтобы дети рождались. Аминь. То есть нужно тебе какую-то работу делать, чтобы это произошло. Бог благословит. Это же не происходит по мановению волшебной палочки. Закрой глазки, вот трог тебе долг, ты вот счастливый человек. У тебя все есть. Но Бог не рождает себе тунеядцев. Бог рождает себе помазанных служителей своего царства. Аминь. У которых все получается, потому что праведник всегда что? Успеет. Успех. Вспоминайте моего послания проповедь об территории успеха. И там как раз вот эти мысли звучали, что успех является печатью благословения. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если я благословлен, я могу быть уверен, что я буду успешен в принятии решений и в достижении тех целей, которые я перед собой ставлю. Аминь. Это не происходит только потому, что я захотел так, а потому, что я благословлен. Потому что Господь поставил мне печать благословения, и я успешен. Я сохраняю себя от зла, я не стою на пути развратителей, не сижу в собрании грешных. И сегодня мальчик об этом говорил. Вот. И я понимаю, что что-то я делаю в соответствии со Словом Божьим, и поэтому я буду успешен. И Бог говорит, я сделаю это. Я для тебя это сделаю. Дальше. 20 стиха. И положил Иаков обед. Внимание. Что-то Иаков пообещал. После слов, которые сказал Исаак, как благословение, и Бог во сне сказал Иакову. Те же повторил, повторил слова, которые говорил отец, и еще больше дополнил, сказал. Мало того, он сказал, я это сделаю. Иаков проснулся с переживанием, что это дом Божий, что это место святое, и вдруг из его уст выходят слова. Внимание. И он говорит обед, или обещание Богу. Сказал, если Господь Бог будет со мной, и сохранит меня в этом пути. Подождите, Бог сказал, что Он тебя вернет. Он тебе сказал, что Он тебя размножит. Уже сказал. Но у человека возникает желание Богу пообещать, если Он меня сохранит в пути. Я иду, куда я иду, но если Бог будет со мной, сохранит меня в пути, дальше, в этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Аминь. Что-то у него сработало, как желание дать обещание Богу в ответ на Его благословение, на это сновидение, на вот это Божье прикосновение. Он реагирует на это обещанием. Что мы можем вообще Богу пообещать, по большому счету? Что ему от нас надо? А я вам хочу сказать, что мы можем пообещать. Мы можем пообещать Богу что угодно. Господь, я буду каждый день молиться, я буду проповедовать на улицах. Знаете, сколько людей получали свое чудо исцеления, которые на грани жизни и смерти, говорили Богу, Господи, если Ты исцелишь меня, я буду проповедовать по всему миру. И знаете, что эти истории завершались победой Христа. Люди получали чудесное исцеление. Кто-то из них действительно помнил свои обещания, а не так, как тот человек, который с балкона выпал случайно, там вешал белье, упал, летит и начинает рассказывать, Господи, если спасешь меня, если я стану живым, то буду верной жене, буду там за кошкой ухаживать, буду рыбок кормить, буду огород пахать. И все такое. Упал на мягкую траву, на куст, встает, фу, такие мысли глупые в голову приходят, пока летишь. Бог сохранил жизнь, а человек подумал, что ему повезло просто. Так вот, когда люди получали исцеление таким образом через обещание, Бог ожидает, что человек это будет делать. Ведь, когда мы что-то даем обет Богу, это не что-то, что для нас не ценное и для Бога не ценное. Мы что-то готовы давать или отдавать, как жертву Богу, как то, что на самом деле ценно в глазах Божьих. Ведь мы же с вами живем на основании обетований Божьих. Мы опираемся на них. Мы стоим на Слове Божьем во время молитвы. Мы стоим, говорим, Господь, ты сказал в своем Слове. Мы Бога упрекаем иногда, ты же сказал, Господь. Как была одна история, у меня друг, с которым я учился в библейском институте, он после института арендовал квартиру и такой нелегкий был период жизни, он женился только и нужны были деньги на оплату квартиры в Киеве и там за какие-то коммуналки, за еду, за одежду, все такое. И он стоит, знаете, как жалуется Богу, Господи, вот у меня нет денег, мне за это надо оплатить аренду и все такое. Вот. И он говорит, ты же сказал в своем Слове, что я не буду ничего нуждаться, вот чтобы я не заботился о завтрашнем дне, но сейчас приходится заботиться. То есть стоит Богу так жалуется на жизнь. что тебе надо денег? Он такой, завис. Ну, 160 долларов мне надо, Господи. И потом, ну, мне надо 160 долларов. Все, Господи, я пошел мне на работу, цигель-цигель. Уходит на улицу и становится на маршрутную остановку и он любил ходить молиться, так потихонечку на языках ходит, молится, и, значит, голову опустил, люди там стоят на остановочке, вдруг смотрят, какая-то бумажка лежит, похоже на доллары. Одна, вторая, третья, в итоге он поднял 160 долларов. Не спрашивайте меня, откуда они там взялись, я не знаю. Он получил то, что озвучил в своей тайной комнате. Бог позаботился, он сказал, Богу лишь напомнило его обещание. Когда Ниемия собирался, ну, помочь своему народу, когда для него это казалось просто фантастикой, он обращался к Богу со словами, Господи, Ты обещал, Ты обещал вернуть свой народ, если рассеется, Ты обещал позаботиться и так далее. Почитайте. То есть люди Божьи очень часто обращаются к Богу со словами Ты обещал. И это нормально. Бог это слышит, Бог на это реагирует. Аминь. Но знаете что, Богу очень важно, чтобы и мы свои обещания исполняли. Я сейчас вам покажу это в Писании. Обещание, которое озвучил Яков, для Бога звучало очень ценно. Вы думаете, что Бог разбогател от десятины Якова? Вы заблуждаетесь. Бог не нуждается в наших деньгах, это точно. Но почтение к Богу было каким-то образом выражено в материальном смысле. Сегодня нам нужно доказывать еще в церкви о том, что это нужно, важно. Кстати, кто-то живет этим всю свою жизнь и счастлив. А те, кто получает ложные откровения об этом, говорят, нет, это не надо делать. Не делайте, не делайте этого, не делайте этого, забудьте вообще об этом. Знаете, я этим живу. Моя материальная жизнь, мои отношения с Богом в вопросе финансов давно-давно построены. У меня был с ним подобный диалог, обет был озвучен, обет веры был озвучен пред Богом. Поэтому, когда приходит момент, что завтра уже ничего не будет, я знаю точно, Бог придет вовремя. У меня нет страха, уже много лет в этом живу, много лет, потому что у меня есть с ним заветные отношения. В вопросе финансов, мне они ценны, деньги для меня цены, ценность, и Бог это знает, если я готов ценность давать на его царство, служить этими финансами его царства. И это договор, не просто, я не меценат, мне не столько, чтобы давать на царство Божие, как меценат. Я человек веры, у меня есть библейские принципы, я их беру и использую. Поэтому Бог хочет от меня и от нас всех получить что-то ценное, что в наших глазах ценное. Знаете, когда Бог сказал Аврааму, пойди принеси в жертву своего сына Исаака, что он сделал? Не, Господи, ты мне его дал, я 75 лет его ждал, или 25 лет, ну, в принципе, 75, потому что пока получил слово от Бога, потом еще 25, пока он родил его, 100 лет ждал своего сына Исаака, и вдруг принеси его в жертву, когда ему было 13 лет. Господи, что это? Почему так? Я, возможно, был бы в недоумении, ты же мне дал его, Господь, неужели ты заберешь его? Не было даже такого диалога. Он говорит, хорошо, Господи. Он берет своего сына, возлагает на него дрова, что было прообразом Христа и креста на нем. Идет с ним на гору моря, заносит свою руку, чтобы зарезать его принести в жертву, и вдруг ангел появляется и говорит, не делай ничего этому рабу, потому что теперь я вижу, что ты боишься Господа. То есть ценность, которая для нас ценна, и мы готовы отдать Богу, является очень ценным в глазах Божьих. Аминь. Еще один пример интересный, когда человек Божий, служитель Евангелия, пастор, рассказал свою историю. Он говорит, я в своей молодости очень любил гитару. То есть он на ней начался играть, и им очень нравилось это делать. Он играл во всевозможных ресторанах, барах, кабаках и так далее до Христа. Купил гитару себе очень дорогую и пришел ко Христу счастливый, Бог спас его душу, и вдруг он слышит в какой-то момент, ты мог бы ради меня ставить гитару? Он опешил, он не мог ожидать этого Бога. Как, Господи? Ты же знаешь, как я люблю играть на гитаре, славит тебя. Все такое. И Бог, он продолжает диалог сам с собой, а Бог молчит. И потом, через три дня мучительных мыслей, ну как это, Господи? Бог ему напомнил историю Исаака. И он говорит, хорошо, Господь, я готов оставить свою гитару ради тебя. Он умер внутри себя для гитары, или гитара в нем умерла, и вдруг Бог говорит, вот теперь, сын мой, ты на этой гитаре будешь служить мне. Что это за игра такая? Да вот потому, что не сотвори себе кумира. Потому что да не будет других богов. Потому что человеку свойственно прилепляться к чему-то. Если Бог что-то берет, будь уверен, но не забирая, чтобы сделать нас нищими. Он хочет лишь увидеть нашу верность, наше доверие Ему, наше упование на Него. Аминь. Поэтому, когда Яков дал обет Богу, для него это было что-то ценное. И Бог услышал. И, идя вперед, он пришел в землю, где жил его дядя Лаван. Он нашел, увидел ее, его дочерей, в частности, Рахиль увидел, полюбил ее. В общем, короче, он работал на Лавана сначала 7 лет за Рахиль, потом 7 лет за Лию, потом 6 лет за стадо, за овец своих, за козлов. Он 20 лет отпахал на него. И Лаван говорит, с твоим приходом у меня, я увидел, что Бог благословил меня. Благоставляющих тебя я благословлю. С твоим приходом Бог благословил меня. Включите, пожалуйста, это местописание, там я обозначал. А может, не обозначал. В любом случае, я и сделал этот человек весьма богатым. Было у него множество крупного скота, мелкого рабыни, рабов и верблюдов и ослов. Это уже конечный результат. Я хочу вам показать, и сделался этот человек, Яков, очень богат. У него появилось много всего, о чем он только мог мечтать. И вот с этим сокровищем, с этим богатством он уже уходил из жизни Лавана. Послушайте, он пахал. Он когда озвучивал, как он работал на Лаван, он говорил, я ночью не спал. Растерзанный волком или там дикими зверями я тебе не возвращал. Это был мой убыток. То есть, он ему перечислял, как он на него работал. Вы скажете, а что это за благословение? Да вот это и есть благословение. Когда мы покупали этот наш храм, некоторые люди говорили, да что это за чудо? Вы же за деньги купили храм. А вы бы собрали такие деньги на этот храм с нашими возможностями. Для нас это было чудо, но сначала было слово, я отдаю вам этот храм. Бог сказал это слово. А потом мы собрались и говорим, что будем делать? Давайте будем ждать, когда какой-нибудь дядя или тетя из горы с полкома придет и скажет, вот ваши документы, это ваше здание. Знаете, что когда я услышал, что Бог отдает нам это здание, я же такой наивный, молодой человек, сколько мне там было? 30 лет. Я еду в Днепр, облдержмайно. Захожу, говорю, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, отдайте нам наше здание. А не, какое здание? Дворец культуры, в Днепр-Зажинске. Говорю, молодой человек, вы вообще откуда свалились? Мы не можем вам отдать это здание? Это государство или имущество, вы религиозная организация. Я такой в недоумении, странно, Бог отдал, а вы нет. У Бога были другие планы. У Бога были другие планы. В итоге, в течение четырех лет мы выкупили это здание. Я сокращаю историю, кто знает, кто это и знает. Но знаете что? Когда кому-то это рассказывал, для одних это было сильнейшее свидетельство славы Божьей. Бог высвободил финансы изнутри церкви. Они пришли, все. Мы купили этот храм. И когда сегодня люди говорят, вау, у вас такое здание. Мы его взяли верой. Бог нас благословил. Аминь. Это наш дом. Он навсегда. Это храм Святого Эммануила назовжды. Аминь. По крайней мере, Конституция сегодня защищает наш дом, наш храм, потому что объекты культовые, они сохраняются за организации, за динаминации, за религии определенные. То есть, как вот евреи вернули синагогу и так далее. Столетия могут пройти, а придут наши нащадки и скажут, это наш дом и заберут его. Ну, да не будет так, чтобы кто-то забрал еще. Ну, мало ли бывает. Знаете, коммунисты пришли, отобрали у священников, помню, храм позабирали, сделали складами и все такое. А потом пришло опять христианство и все повозвращали, потому что закон. Аминь. Слава Господу. И поэтому сегодня, когда мы говорим о благословении Иакова, то это что-то ценное в глазах Божьих, потому что мы получили по наследству это благословение. Авраам заработал нам авторитет человека веры. И поэтому сегодня все люди веры суть дети Авраама в глазах Божьих. И унаследовали благословение Авраама. Аминь. И я могу сказать, я благословлен Богом, я дитя Авраама по вере, поэтому работать не буду, служить не буду, молиться, зачем оно надо, Бог меня и так уже благословил. Но проблем, сиди, но потом не рассказывая, что Бог тебя не исцеляет, Бог тебя не обеспечивает, что за тебя должны все обслуживать, все такое. Я призван благословлять. Будучи благословленным, я нанесу на себе благословение. Но я не говорю о том, что после того, как я на вас возложил руки, вы с этого момента уже автоматически становитесь процветающим человеком. Напротив, посвятите свои руки Господу и начинайте трудиться. За 20 лет Иаков стал очень богатым человеком. Еще раз, 43 стих, пожалуйста. Иаков стал очень богатым человеком и сделался этот человек весьма, скажи со мной, весьма, весьма богат. Аллалюя. Было у него множество метров, крупного, рабы, рабов, верблюдов, яслов. То есть, он приобрел, вы скажете, да ну это ж естественный процесс. Друзья, если вы посчитаете эту историю, там есть история шагов веры Иакова. Когда он сказал Лавану, что всякое животное с крапинами и с черными пятнышками будет мне в моем хозяйстве или моем дел, для того, чтобы животные такого формата рождались, ему пришлось на поилку ставить нарезанные, снимал кожу с веточек, чтобы была пестрая веточка перед глазами овечек. Когда они пили водичку, там написано они зачинали, и как бы в них глазах были пестрые веточки, и у них рождались пестрые ягнята. Аллилуйя. Вот как нужно детей делать, дорогие. Это были шаги веры. Я как специалист в этой области, я знаю, что это бесполезно ставить перед глазками, но я знаю один секрет, который он тогда еще не знал, что в природе быстрее родятся пестрые в крапинку, чем чисто белые. То есть это природно. Ну, никому не рассказывать, Якову тоже. Окей? Но он не знал этого. Он не был специалистом в этой среде. И поэтому он стал веточки, и у него все получилось. Он работал над тем, чтобы у него стало весьма много и детей, и животных. И он стал весьма богатым. Аминь. Я хочу кое-что еще вам почитать из Писания. Аллалюя. Екклезиаст. Пятая глава. С первого стиха по пятый. Екклезиаст. Пять. С первого по пятый. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногими. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, как голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его. Потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Вот насколько ценно в глазах Божьих обещание, которое мы ему даем. Что он говорит, ты пообещал, ты думаешь, что Бог не услышал? Услышал. Он не отреагировал, а отреагировал. Знаете, в моей жизни есть много случаев, когда по обету Бог давал мне ответ. Я обещал ему свои ценности. Я обещал ему делать или давать то, что я мог принести как обет Богу. И Бог это слышал. И получал свой результат. У меня сейчас вот уже назрел один обет, который я дал Богу лет пять-шесть назад. И я в день благодарности принесу этот обет веры. Потому что Бог исполнил то, что я просил. И это было невозможно. То, что я просил, это было крайне трудно с точки зрения физиологии. Но сегодня я знаю точно, это случилось. Бог совершил чудо. И знаете, я приготовлю этот обет и принесу его Богу, потому что Бог не благоволит глупым. Если я пообещал что-то Богу. Вы помните, кто-то помнит, возможно, кто-то помнит. У меня в кабинете стояла такая красивая шкатулка большая. И туда мы клали письма Богу, обеты. Кто из вас помнит? Пару человек есть? А вы уже, наверное, забыли, что там вы писали. Или помните все еще? Кто-то помнит, кто-то забыл, кому-то часто напомнил. Вы что-то Богу обещали. У вас был основатель. Вы думаете, да, Бог забыл. Бог не забыл, а мы забыли. Может быть, мы уже и получили то, что обещали, а мы забыли Богу принести жертву благодарности. Знаете, обет пред Богом, это что-то ценно в его глазах, потому он и говорит, принеси Господу Богу в жертву хвалу и воздай Всевышнему, что обеты твои. Я хочу к этому месту писания прийти очень серьезно. Давайте мы возьмем Псалом 49. Псалом 49. Бог говорит, принеси Господу Богу в жертву хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня день скорби, я избавлю тебя и ты прославишь меня. Смотрите, когда мы Бога прославляем, это что-то, что рождается внутри нас, это наше. Бог говорит, мне не нужны твои овцы и козлы и бараны, это все мое, Господня земля и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо козлов или пью ли кровь козлов, баранов или тельцов? Нет. Но принеси Богу то, что тебе ценно. Вот порой людям нужно объяснять, почему нужно богославить своими устами, почему нужно говорить ему слова благодарности, не просто да, Господи, там про себя думаем, принеси Богу в жертву хвалу. Словословие это наша хвала, благодарность Богу, то, что рождается внутри нас, это наша ценность. Иногда у нас нечего, может быть, материального Богу пообещать, но мы можем Богу приносить в жертву хвалу и воздавать Богу обеты свои. Он поставил это на один уровень, в жертву принеси хвалу и воздай, воздай Всевышнему обеты твои, все, что обещал. Бог говорит, не будь глупым, я не благоволю глупым, что обещал, исполни. Кто из вас уважает людей, которые не исполняют своих обещаний? Есть парочка? Вам просто все равно, что они исполняют, не исполняют, не, они исполняют, но мы не то исполняем. Мне лично не нравится человек, люди, которые обещают и не делают. Потом оправдываются, почему они не сделали. Потом говорят, давай в следующий раз, а в следующий раз у меня уже не будет. Особенно, когда я понимаю, что на человека положиться нельзя. Он обещал раз, два, три, в итоге я закрываю дверь, говорю, все, все, с этим человеком мы больше не общаемся, не работаем точнее, общаться можем, но полагаться на его старание, на его верность, на его послушание, на его порядочность, я не могу, потому что он обещал и не исполнил, и даже не поизвинялся. Бывают, конечно, случаи разные, когда не получилось, но Бог, он более та личность, которая достойна, чтобы мы делали то, что обещаем. Люди могут просто закрыть для нас дверь, но что-то подобное происходит и с Богом. Господь никогда не заслужит упрека в том, чтобы он не сделал того, что обещал. Никогда. Услышьте, пожалуйста, Бог верен. Скажи со мной, Бог верен. И пусть за тебя это возможно будет сегодня кому-то, это будет как исповедание веры, а я уже могу точно сказать, Бог верен. За мою долгую христианскую жизнь Бог никогда не подводил меня. Его слово, на котором я строил свою молитву и свою веру, никогда не подводило меня. Оно исполнялось точности. Мало того, Бог сказал, я бодрствую над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось. Аминь. Я хочу вам показать вторую сторону важности обетов веры для получения своих ответов. Смотрите, Яков сказал сначала, до того, как он получил свое богатство, он Богу дал обет задолго, за 20 лет до того, как у него все это появилось. 20 лет он наблюдал за процессом, как Бог его благоставляет. Он слышал от Лавана, который сказал, из-за тебя меня Бог благоставил. То есть, на нем было печать благословения, но он трудился, он зарабатывал, и он помнил свой обет Богу, потому что потом об этом написали в книге, в книге Бытие. Он делал то, что обещал, потом наверняка, ну, мы не считаем, что он прям сидел там десятину отделял, там Бог унес куда-то в храм, или я не знаю, как это происходило. В любом случае, это было. И он дал обет. Я могу сегодня кого-то ободрить и сказать, если у вас есть жизни, серьезная проблема, мечты хорошие, большие планы, и вы не знаете, как их достичь, как реализовать, начните с обета веры. Начните с обета веры. Дайте Богу какой-то обет. Я обещаю тебе, Господи, тот, а тот, столько-то, столько-то. Я даю тебе обет. И будьте уверены, Господь не замедлит это сделать, потому что Ему важно наше обещание, потому что то, что мы будем обещать, как правило, это Ему выгодно, то, что мы обещаем. Когда мы верны в Своем, Бог остается верен в Своем. Аминь. Была у нас одна история интересная. Я что же, эту тему учу уже довольно давно в нашей церкви. И одна из первых наших прихожанок пришла в церковь, и у нее была проблема. Она не могла никак бросить курить. И, знаете, и услышала вот учение об обетах веры, и все. И она пришла к Богу, говорит, Господь, если ты мне дашь какое там пальто, я не помню, из лайма или еще с кого-то там, дашь мне пальто, вот, тогда оно было таким популярным в то время, вот, теплое все, с капюшоном такое, она нарисовала даже какое хочет пальто себе, то я брошу курить. Слушайте, за неделю она получила свое пальто, а курить так и не смогла бросить. До сих пор. И ты думаешь, Богу несложно дать нам то, что мы пропустим, но Он хочет испытать нашу верность. Но просто это тогда единственный случай, когда ты поигрался с Богом, Бог тебе дал, ты не выполнил свой обет, пока ты не воздашь Всевышнего обеты твои, не жди следующего обета. Бога обмануть невозможно. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому не только принести Богу в жертву хвалу, ноги на этом ограничиваются, написано только жертву хвалы, не написано только, там написано и воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, ты прославишь меня. Аминь. И наше обещание Богу, пусть будет строиться действительно на настоящей, не на попробовать, а на настоящей вере. Мы с Богом разговариваем, мы не с человеком разговариваем, это Божий дар, наша с вами жизнь с Господом. И еще интересный случай, это книга пророка Ионы, 2 глава, с 10 по 11 стихи, Ионы 2, 10-11. А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, Ион изверх, Иону на суше. Для тех, кто не знает эту историю, я вам немножко расскажу ее. Это был пророк Иона. Бог ему сказал пойти на миссию в Неневе, где жило 120 тысяч людей, которых Бог решил наказать за грехи. И он сказал Ионе, пойди проповедуй о том, что через 40 дней Неневе будет уничтожена. И он решил сбежать от этой миссии, как бы заделавшись своими, так сказать, бизнес-планами. И он сел на корабль, который плыл Фарсис, и думает, сбегу-ка я от Господа, от своего призвания, от своей миссии, что я буду там служить, корпеть над этими делами, ходить по этой Неневе, я их вообще не люблю, они с такими носами, я их просто терпеть не могу. Они мне там еще должны что-то достались, меня на рынке оболгали, и все такое. То есть, у него были свои причины, почему он не хотел Богу служить, или точнее, проповедовать Неневе вот такую плохую весть. В принципе, это могло его обрадовать, через 40 дней Бог вас накажет. Ну вот, вы доигрались. Ну, ему просто не хотелось, может быть, время тратить, силы, не знаю, просто у него были другие планы на жизнь. И когда они плыли на корабле, случился шторм, такой силы, что корабль вот-вот разобьет волнами, люди начали взывать к своим богам, там были языческие, язычники плыли на корабле, и вдруг спрашивают, кто согрешил, что нас постила такая страшная катастрофа. Давайте искать, кто откуда, и нашли Иона, который в это время спал в трюме, на нижней палубе, просто храпокадывал. Отдался на волю случая. Его подняли, говорят, ты откуда? Ты кто такой? Да, я еврей, ну, меня Бог позвал мне Неневе проповедовать, я отказался, вот плыву на корабле, это из-за меня вас постигла такая участь. Они такие, ты нормальный вообще? Мы тут все уже своим богам кричим, а ты тут спишь, я спокойно. И что нам делать? Да ну что делать? Выпросите меня за борт, и все успокоится. Они попросили Бога прощения, взяли Иону за руки за мной и выкинули. И написано, и шторм успокоился. Чудо! Но большим чудом было, что в это время Блаблакар проезжал, огромный кит, который зевнул в это время, когда Иона падал, и прорвотил его. И там он встретил своих гостей, друзей, креветки, водоросли, ну, все то, что можно было найти. И написано, он был обвит весь водорослями, весь в слизи, он в желудке кита. Три дня и три ночи провел, друзья мои, не 15 минут. И только в конце своего путешествия, когда он уже был готов умереть, потому что там кислорода аж минимум, там, все, не хочу описывать, что там было хорошего, а что плохого, ну, в общем, это был не люкс точно. И он дал Богу обед. Господи, я пойду в Неневию. Давайте вернем еще раз это место писать. Еще раз, я уже заканчиваю. Он сказал, «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню». Вы слышите? Хвала и жертва обещания. Жертва хвалы и обещания Богу. И написано, «И Бог повелел киту, и тот его выплюнул, и не где-нибудь, а на берегу Неневии». Бесплатная доставка. Как я сказал, бла-бла-кар. И, конечно же, мы знаем всю эту историю, как она закончилась, но мне поразила мысль о том, что произошло в чреве кита. И она не знала, что делать. Вот ты просто оказался в противлении с Богом по причине своего нежелания исполнять волю Божью. Ты сидишь в этих сестерных обстоятельствах, и вдруг тебе приходит хорошая мысль, «Воздай славу Богу». Когда? В кризисе, в проблеме, весь в слизи, в креветке во рту, в ушах везде. Богу славу воздай? Да мне плохо дышать не могу. Воздай Богу славу. Прославь Его за то, что Он есть, и до сих пор слышит тебя, даже если ты в чреве кита. Даже если ты в глубине преисподней, кричи к Нему, Он услышит тебя. Давид говорил, «Пойду, люби преисподней, и там ты, Господи». То есть, если ты вспомнил то, что Бог есть, и Он реально начни хвалить Его, а потом скажи, «Господь, я обещаю». Благословение Иакова сработает. Все, что обещал, исполню. Вспомните, что вы Богу обещали. И если вы что-то забыли, Бог вам напомнит, будьте уверены. Я не один раз уже так делал. «Господи, напомни, что я там обещал?» И список такой, «Груч!» перед глазами. «Ого! Вот это что, я обещал столько?» Ну, было дело. Но знаете что? В этой истории, когда я читал из книги пророка, из книги «Экклезианство», там написано, «Чтобы Бог не разрушил дело рук твоих». «От это печалька, когда ты пообещал, думал Бога обмануть, или же не думал, но так получилось, а потом твои дела рук разрушаются, ты думаешь, кто же это, наверное, дьявол так работает?» Просто ты забыл о том, что ты пообещал Богу что-то, и не делаешь этого, а дела рук разрушаются. «Давай все вернем на место, все, что обещал, исполню». «Принеси Господу Богу в жертву хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день печали, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Дай Богу славу. Аллалуи! Давайте поднимемся. Я верю, что сегодня я дал начаток, начало послания, которое можно размышлять, развивать. Читайте в Писании, замечайте эти моменты, молитесь об этом. Знаете, для каждого из нас есть свои важные, свои ценности, о которых мы можем с Богом разговаривать. И на самом деле это работает только тогда, когда мы это делаем не автоматически, на всякий случай. Потому что, как я сегодня привел пример, много людей получили исцеление, пообещав Богу служить. Точно так же много людей умерли, не получив своего исцеления. Говорили, «Я обещаю, Господи, служи Тебе!» и умерли. Но знаете, только Бог знает, святой, каким сердцем человек это говорил. Насколько он верил в то, что он пойдет проповедовать Евангелие. И Бог знал точно, что этот человек не пойдет проповедовать Евангелие. И поэтому болезнь убила его. Нам нужно точно понимать, что наши обеты звучат из сердца. И мы действительно собираемся выполнить то, что обещаем. Аминь. Спасибо, Иисус, мы благодарим Тебя за это послание жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за слово веры. Благодарим Тебя за обетование, которое Ты дал нам в Твоем Слове. И мы строим свою жизнь на этом основании. И мы верим, Господи, что сегодняшнее слово вдохновило и вдохновляет нас жить по вере, получать обещанное от Тебя, зная, что благословение Авраама и благословение Исаака и благословение Иакова это Твое слово, которое дает жизнь, дает опору, дает уверенность в том, что дела рук будут также благословены. Помоги нам, Господи, выстраивай свою жизнь на основании этого послания и жить победоносной жизнью во Христе Иисусе. Чтобы у нас не было причины для ропота, для сомнений, для упреков, но чтобы мы действительно понимали, что то, что мы обещали, мы исполняем, а с Твоей стороны получаем все то, что Ты обещал. И мы будем наслаждаться жизнью в Тебе, мы будем радоваться каждому дню нашей жизни и благодарить Тебя за все во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за это послание жизни. Я благословляю Твою церковь, благословляю Твой народ и пусть для нас это станет настоящим прорывом в наших пониманиях в слове благословения, прорывом в вопросе нашей жизни и отношений с Тобой во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Честь и хвала лишь Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дай Богу славу. Аллалюхи. 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 Аллалюхи.